Девушки отдыхают 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 ну пока line up шикарный у IG мы видим то что антимаг у нас стоит на фрифарме снизу сверху darkseer нереально выгнать потому что комбинация шторма с верной не могут его никак заставить фактически любая опасная для себя ситуация ты узнаешь сурши убегаешь поэтому darkseer у нас на фрифарме до 6 уровня шторма ему будет очень трудно поэтому не уходит верно никак не лечит икспук уроки смещается народу который появится через четыре секунды сатир пупеевский это руна инвиза забирает ее верно будет ли выдвигаться в миддл можно попробовать кстати но артизимана слишком мало на кайлы вообще нет айджи контролирует у нас карту сверху и сейчас интерверно ну грубо говоря теряет время поскольку ferrari он ко всему готов мы видим также что пупея у нас помогает сатиром гайки того гирокоптера поскольку в начале это очень сильный герой у него большое количество армора высокий мс и очень больно больно бьет барэйдж поэтому сфу нужна подмога но после того как артизи набирает все души вот мы видим у него уже 24 то он потом добивает всех крипов нападает на ferrari феррари очень нету в эйф и очередной хойл от артизи первое в исполнении team secret но феррари видимо не поверил что уверенно все это время стояла в инвизии и в последний момент решил забрать однако секреты к этому были готовы и продолжают набирать форму да но вот с получением пятого седьмого уровня в артизи гирокоптеру здесь будет намного труднее придется играть через боту это понятное дело иначе он никак не сможет восстанавливать себе здоровье от полученных кайлов пошла ракетка разбивает уверенно не долетела ну и шторм неплохо себя чувствует против dark сиро то приходится постоянно отъедаться тангусами потому что щитки дамажит весьма много dark сир 4 уровня не пришлось ему здесь смещаться в лес нормально чувствует себя на лэйне и чудесное решение демонстрирует куроку поскольку сверху он абсолютно бесполезен до 6 левела что он спирита они ничего ему не смогут сделать этому зайцу который убежит от тебя нас уже и в итоге ротируется нами стоят такая ну дабл лэйн на дабл лэйн поскольку чего не так же не может найти себе место снизу антимага все идеально также у нас газа постепенно выкачивает экспиренс вот у нас заполил на один спалм потом и второй потом еще перепулил на третий очень хорошо у нас играет фейд и чего ему осталось только стакать леса и гонять эсэфа ну гонять эсэфа под виверную очень трудно практически невозможно есть боттл пт уже на силу статовый эсэф весьма получается использует руну иллюзии одну руну отправляет тут же в миддл чтобы там эсэф вказался и будет попытка цепануть дарксира 450 хп у него примерно тут же делает по аутси читает игру он читает вард который стоит сверху и пока его team secret до сих пор не нашли и сверху дарксир безопасности очень много аутов пока он не собирается уходить свой лес поскольку все еще может качать экспу экспиренс для себя сверху и будет стоять и в это время у айджи у team secret появляется пространство у нас есть чем скрипом есть кентавр также есть в интервер на которые могут сделать выход но пока купей а пока у нас идет пассивный фарм то есть все никуда не торопятся и просто выкачивают 7 лвла а купить нам тоже статьи наделал возможно для артизи который сейчас на седьмом пойдет и заберется это дело очень сильно поднимется по нетворцу ну хорошо да если посмотреть на карту мы видим то что айджи пока выкачивают у нас хорошо только две линии это не стакции средне сверху и средне в центре вторым как у team secret sf в меде на полном при фарме каунт кс у него почти такой же как у шторма и при этом еще у шторма хорошо плюс выкачивать свои леса айджи нужно что-то делать своими саппортом вот мы видим по по-прежнему бегает льву с макея время проводить атаку на того же сэппо который знатно отрывается получал пару тычек и слишком слабо пробивает его дазл дазл сапогом тп четвертый уровень есть есть первый грейв так что если что под сейф какой-то будет миде так просто забрать уже не получится наглеет очень сильно дарксир но что ты ему сделаешь штормферит по-прежнему пятого уровня хорошая была попытка по поймать его на стан кентавра но он также как и за и очень осторожно играет и никоим образом не подставляется то цени как хорошо действует зая он стоя снизу понимает что не может подойти крипам пробежал пешком до самой базы и берет себе смог чтобы пойти в атаку артизи очень много здесь еще на стакали и он сам си еще подстакнул все и пошел будет из лоо есть танк кентавра не достает дарксир уходит очень хорошая игра от лоо будут видим то что пупей сделал огромное количество стаков и сэппоходит подходит леса и в итоге забирает это все нура для творчество растет просто на глазах максимальный криптат сразу становится на карте артизи просто начинает перефармливать очень сильно стики грейджные к нему тут же прилетают еще 500 на руках есть аквила но весьма статова еще один стак пошел очень хорошо оставляет линию для тускара за от безысходности попробовал на спавку загангать вверх но так как дарксир убежал он спокойно перетянулся на мид клейн и забирают да мы не то что два дважды пик или гирокоптер плюс антимаг брали их team secret и ну не самая стабильная связка этом ивенте поскольку что один что 2 хорошего и тема мы прекрасно знаем что если антимаг начинает покупать себе потухури владимир то он слишком сильно отрывается по фарву и гирокоптеру для себя крипов найти негде пока сф инвизия перед бегает по вражескому лесу ищет ищет лесников тут ну из лесников у нас есть разве что тарксир да и тот же гирокоптеров никого не находит и пока думает где же где же находится вся команда и джи неужели они стоят и интересно измещение с фона ботом лейна стоять против антимага до подловить его здесь нечем так как контроль удалось бы никакого нет и что ты ему предъявишь ничего абсолютно но это еще еще очередной раз тем секрет доказывает то что они заботятся о своих саппортах и линию сверху оставить для винтер верны чтобы она побыстрее получила 5 левел плюсы с ворочкой с ворочью тяжело пристану снизу старается он размять берлинга но берлинга из колечка фласочка и увы ничего ты ему не предъявишь подходит артизий вот так берлинга можно подтащить нет контроля а нет контролю что распирита берлинг кастует тот же тупо аут ну и просто начинается пуш включение на ботом лейнгвейд тоже кастует тупо аут вот нет контроля у эсфо хотя бы единичку было бы подтяжкой все было бы нормально да могло получиться понимает за где находится берлинг немножко не угадал да именно отсюда берлинг и джон и берлинга разве берлинг не тупо аут кастовал казалось что под грейвом кастует тупо аут но это было очень хорошо нашли берлинга понимали то что он где-то учитывая что был без тп по моему топориком не до конца доработал и в итоге минус минус а team secret очень уверенно начинают они прекрасно чувствуют что антимаг это существо очень слабкое сладкое слабое герои у нас посильнее тот же эсфо шторм они вносят намного больше урона поэтому нужно давить и айджи как айджи как-то очень уверенно себя чувствует то есть первое мы жмем на карту видим то что берлинга сф одиночку выгоняет из своего леса и команда пока не слишком быстро реагирует второе вардов у айджи в своем лесу нету вообще единственный вард стоит вот здесь но он по сути вообще ничего не видит ну и в третьих врывается на гирокоптера вся команда и чуань станом попал только в одного крипака дать когда вот этот парень ну если раньше у нас на самом деле играл очень хорошо то сейчас видно ручки то у него дрожат потому что противник очень достойный артизи покупает blink dagger уходит в инициирующего эсфо который будет врываться раздавать кайлы и так далее возможно и рисковый шаг с наличием всего тысячи здоровья но до десятой минуты сф аквила pt грейджные стики и bottle весьма грозное оружие да он увидит то что очень тяжело подцепить то есть если дазл леон и гирокоптер они такие существа которые должны к тебе подбежать притык кастануть свой вакуум может быть кинуть ракетку ну или леону нужен blink dagger то пока у тебя есть блинка vision то тебя абсолютно никто не возьмет плюс очень хорошей гадут на берненька снова есть если что и панч пошли кайлы бёрдинг успел прыгать на минус фейт любом случае секреты получают фраг шли убили кого-то все у них нормально артизи начинает толкать т2 вот не хватило буквально тычки возможно поторопились немного с панчем от ну большой вероятностью лучше все вообще подождать пока прыгнет сф и в этот момент уже начинать инициацию потому что немножко запоздал артизи а урона у него очень много идет огромная перетяжка у team secret они все врываются во вражеский лес и заблаговременно поставили один обсевич сверху знаю то что ай джи очень любит поспит пушить в итоге у ай джи ход закрыт они не могут пойти вражеский лес потому что с 4 здесь все полностью контролирует и постоянно навязывают для тебя тимфайты графики растут уже 4000 голды 2000 экспы для team secret и пока у ай джи ну каких-то аутов особо нету тяжело им играть ну как они с этим агам особо не подерешься да и с лионом который не получает нашу славу из-за того что он все это время стоял в меде тоже сложно тут чего и начинает делать самое главное он забирает экспу в меде хотя вот у нас и феррари немножечко его мешает но теперь можно идти куда угодно да есть по очень же верно можно выключить попытаться спалила иллюзии люди сейчас спалила фейта то что ну нет не просто так он здесь стоит и есть ощущение что team secret все поняли да они поняли то что ай джи юзает смог и похоже на пуш да великолепная игра тортизе нашел иллюзии предугадал мув противника что пупей на топе есть сову есть плюс армор фантимага конечно трудновато здесь кушать ченом горлинг строчку вкачал blink быстро перемещаться по карте от надо пока только одно кольцо бф будет явно не тайминговым потому что ничего кроме кольца нет да сейчас хватит на клейморном но в случае еще надо выфармливать очень много с ноутбол антимага начинается только на потом вот на месте battle fury тоже есть такой спорный вариант а так ли он здесь хорош поскольку первая игра ferrari на гирокоптере хороший дебют хороший дебют интернешнальда за 800 тысяч долларов вовремя вовремя ребята решили удивить так вот антимага возможно в этой игре стоит подумать о том чтобы немножко уплотниться потому что это battle fury да он его в один момент соберет но тот же что мы спирит мы едем покупает фаст торчит так у нас то нападает что происходит я не знаю планирует вроде как в медле какой-то экшен был калдауном откинулся гирокоптер и столов то особо потраченные не было вижу то что верно вас да чтобы особо ничего не произошло так вот шторм у нас делает фаст торчит и если антимаг сделать все быстро и battle хури то он будет лаковым кусочком для этого шторма и потом нужно будет естественно фармить быстро манту и вот это будет так нереальный сквейс поэтому ну поэтому я надеюсь что берлинг и одумается можно зашить руководство не простил дайдером прыгал наперед дал еще койл на артизии вообще не обламывается я на самом деле не ожидал увидеть что сэ будет бегать во вражеском лесу как у себя дома учитывая что там есть ну и ленчики и гирокоптеры которые могут прогнать и айджи они стоят по т1 тауэром и вообще не знаю что с тем секретами делать на топе на топе за и очень далеко зашел не закладываются кипиться запрыгивать берлинг пошел кекс должен быть подкоп от чуани есть если что и палец но это ошибка от зая слишком далеко зашел минус армор кидая дазл за немного загулял на team secret понимает то что нужно выигрывать время ли он потратил абсолютно всю ману поэтому он драки присутствует не сможет и можно смело идти либо на т но на т2 товар снизу либо спокойно забирать рошана тут лежит д д д руна и это подарок для тем секрет от госпожи удачи которая хочет чтобы эти ребятки выиграли эту игру быстро заход на рошана есть медаль кучена минус армора тсфа также уже имеется небольшой но есть этого хватит чтобы развалить рошана бутли айджи сопротивляться как-то не собираются не айджи по моему они вообще если бегает вот здесь один по вражескому лесу стабильно фармит три кэмпа пушит линию то айджи сидят вот так вот на этом пятачке то по моему они они на рошана до конца игры не выйдет потому что рано единственное вот на кого они на кого в кого они верят это то что за еще разок захочет нас пойти в аркаду но уже с 4 пинганул на за и вот кстати очень интересный мув он пинганул на за и намекает что скорее всего врыв будет на тебя за пока у нас стоит такой выжидательной позиции не кастует не сигил на разведку не кастует не кастует шардаф и похоже что team secret хотят прийти сюда вот кстати очень очень грамотный мув вот от самого капитана да вроде бы это не ты играешь за за но за счет своих пингов твой союзник понимает куда где опасность 2 облимён став кстати появляется шторм вперед а совсем чуть достается до оршана и будут врывом будут врываться на кого-то чуани которого разобрать сейчас очень просто так как это сладкая булочка 720p да тут вообще любая булочка сладкая учитывая то что сф у нас очень сильно оторвался по фарму то комбинация блин плюс и у плюс блин дагер она может зайти поскольку сф сф нужно сейчас 1 1 миссия это зафиксировать врага на месте и утонуть у врага а так как тут по моему станов мало да то есть грубо говоря это один леон и мановой антимага то он будет это делать драки спокойно артиллер продолжает форме чужие леса за получает экспириенс вот-вот появится мега который кстати очень нужна сф освободили от необходимости собирать меказм но у них еще и чем в команде он тоже мог бы потому что и как у пошел ну да потому что если у тебя два очень хороших суппорта то твоего киркор герой иногда можно и на dps а это мы забрать и вот он потом фьюри 17 минуты чуть-чуть не по таймингу ну что наверное но самое смерти но самое страшное для антимага то что что он спирит уже приносит для тип для себя арчи то 11 левела и с любым ассистом свинтер верный или может быть тускаром он его будет моментально забирать поэтому с батл фури как как это прискорно не звучит но антимаг фармить быстрее не ставит не станет единственное вот сэншентов дал могут забрать быстро только их кучкует с удачи айджи по-прежнему сидят и думают то есть вы ведь но бог ему помощь фейд умирает также хочет насколько руку зацепить феррари кастует на него замедление и тем секрет и пати продолжает отжимать товара смещаются на т1 на топе тем более там подходит крипы и можно спокойно с этой башней расправиться без нас вряд ли какой-то пуш пойдут артизи останавливать тех крипов в медлении не получается вообще сделать чего-либо айджи они играют очень нагло артизи это один из тех игроков которые чуть ли не одним своим стилем ни одной своей наглостью контрит весь плейстайл айджи плейстайл айджи потому что эти ребята у нас любят осторожничать что вот может быть эсэ за ним ставится команда давайте отойдем по любому прикрывает а этот парень просто на пофиг бегают в вражеских лесах бьет вражеские твра ну и соло может ворваться вдавла 18 минуты и секреты начинают уже пуш т2 очень наглый да смещаются тп хотят подцепить подняли тарксира будет орша тайник их сюжет здесь не будет очередной минус от team secret штормсферит забирает килл тысяча сверху уже не знаю пойдет ли он в какой-то blacking bar или дальше будет собирать айтемы на убийство аля хиксы ладстоуны прочую гадость и артизи уже несется обратно на свою позицию team secret ну немножко жертвует фаром чтобы не затягивать никаким образом продолжать прессовать на твра и по-прежнему все у team secret идеально снизу стоит вард который контролирует тважевские леса здесь просто нереально как-то выйти сверху мы видим то что купан со своими грибами постоянно по ущетлению еще забирает свои леса и вот эти ребята вот у меня есть ощущение что они сейчас стоят на базе и молятся потому что я не знаю не знаю чем еще они занимаются то есть молятся но непонятно на кого а бёрнинга наверное на кого им еще молиться ну похоже да очень тускло появился бф за последние две минуты ничего не появилось вообще забирается вышка на топе т2 думаю сейчас будет смещение в миддл также заберут вышку или хотят сразу на 3 зайти но это очень стоит стоит прессануть пока антимаг у нас бегает спидпушит и не может защищать свои твра то лучше всего заставлять айджи драться чтобы хотя бы этот парень стянулся бёрник мне осталось чтобы спидпушить вражеские твра пошел по своим лесам и это правильно иначе шторм спирит с эфом ему опять расскажет этим секреты отступают неожиданно смещаются на ботом т2 мне кажется тоже верно да вот дальше сколько не меняется сколько не играют дотку у нас ребята да и многие команды но капитан пупан со своим ченом вот и что в 2000 там одиннадцатом двенадцатом и всех годах он делает одно и то же мы берем чена хороших уверенных героев забираем все пушки и посмотреть что происходит 20 минута и почти все твра упали в то время как у team secret все твра стоят на против чена трудновато играть если вначале не смог продавить никакой line и выиграть за счет лесника какого-то то потом уже труднее выходит сайтами обычно с какими-то потому что лес фармить в любом случае да и айджи у нас пробует смог надежды очередной разберник выходит наверх вся команда стоит за ним они его поддерживают но по моему для это легчайший легчайшие mind games для team secret артизи тут же убежал наблюдая что ну если уж враги союзники не на своей базе то возможно не прикрывает антимага пошла урса и вот теперь у айджи начинаются проблемы потому что урса палец всю контору и ну нужно убегать при этом артизи уже смещается на низ фэйта фэйт да но фэйта уже никуда не убежит продолжает его блочить ну никак никуда он уже не денется вся команда по моему айджи его решила бросить и с4 и гонится за антимагом привет фэйт заявил станет попался просохом да он очень больно что распирита отряжает си уверена игра от леона который очень хорошо держался от дазла на расстоянии после этого прыжок шторма дал ему хекс 1500 голды за один фраг хорошо очень нагло сыграл что он спирит на самом деле команда была весьма далеко не успевали они чем-то подсобить думал что заявить это не получилось заявить стан и закончилось это все смертью конечно же он чувствует некоторое преимущество над оппонентом поэтому хочется давить но все прекрасно знаем что иногда такое давление плохо заканчивается да пока антимаг продолжает набирать свои а это мои берлинг делают очень хорошее решение место того чтобы покупать все быстрый владимир который бы позволял ему фармить леса он делает манта стайл который будет сбрасывать себя арчат шторма и тип секрет вот мы уже видели одну и груда где тоже будет был sf или кто-то еще а против них я не помню был кто но в общем они приграли вот почти в такой же позиции поэтому им нужно идти давить потому что если не дай бог игра затянется и гирокоптер там подформить свои артефакты и darkseer будет со стяжкой четвертого и стенкой 2 и вот тогда будет уже убивать очень тяжело и вот мы можем наблюдать то что игра у антимага удается догоняет он по натворцу шторма теперь остался только один шадуфин сайт саскаде ссаскаде статок в него очень много 2000 здоровьи целозмид с фармич асэншентов подкачивает своих саппортов немного правда не знаю вернее до 11 еще порядочно чем тоже но чем скоро будет с гонимом а топе берлинг в это время агрессирует очень сильно на вышку ты один строение скорее всего упадет тем самым подарит ему практически готовый тимой топ нужно попробовать надавить на т2 команда айджи усиленно верит то что кто-то сюда придет но у меня для них есть хорошие новости то что тип секрет и просто пойдут на т3 вот когда одна команда спритушит вам линию грубо говоря мышки в это время все что вам надо сделать это пойти на вражеское т3 и просто заставить их тп шанса если они тп шанса то вы знаете что они находятся этой позиции и можете спокойно уходить фармить свой лес вражеский лес и возможно им стоит так и сделать но пока они вообще никуда не идут команды друг друга боятся это можно понять потому что с одной стороны ли он с другой что спирит с орчидом которые могут поймать и кстати очень важный момент учу они есть блинг вот теперь у шторма начинается веселая игра интересно что он выберет дальше из-за этого может быть линку или бкб может быть или blood stone там мол чисто на статы будет раздавать набирается заряды хотя по такой игре 23 минута счет она 7 и вопрос какие заряд вдруг кто-то них может только мечтать и возможно вообще стоит какой-то общий хекс для себя взять чтобы затыкать и ленчика и дазла м-чика загонтрить до уходит свой лес тем секрет и продолжают фармить теперь все прекрасно понимают то что они хотят рошана и раньше рисковать и пойдут айджи вот то ferrari немножко агрессирует стоит он на меде подходит сюда шадуфин и отлично его поднимает самого себя да бывает бывает не стыкнула артур к волнуется конечно волнуется все-таки это битва за проход дальше и весьма большие деньги на канал поэтому тут нельзя говорить на игроков что они что-то как-то делают не так но на самом деле все мы как-то делаем что-то не так каждой игре только главное что бывает это нервы это почти лям почти миллион выигрывает та команда которая проходит этот этот раунд так что здесь мы видим на игроков это влияет это как это значит как в покер да ты можешь там играть на 10 баксов и те пофигу но если лимиты растут то тогда уже побеждают сильнейшие ребята у которых очень серьезная мораль ну и здесь мы видим что-то похожее тем секрет и по-прежнему продолжает выкачивать всю карту вот мы будем быть спаме бёрнинга может быть нет может быть но бёрнинг усиленно показывает что они умеют играть доту 5 и стараются взять шторма прыгать чуань моментальная реакция от с 4 и все все я нам намекает что гирокоптер можно и может быть я за и улет но нет можно может взлететь еще выше можно спустить его на землю таким образом так артизи продолжает фармить вражеские леса 25 минута так фраги у нас были в общем очень давно по-прежнему по моему ни одной ни второй команде вообще не нужны никакие там black king бар и прочие айтемы на завес можно смело тарить себе и улы блинки мидасы доминаторы и просто бегать фармить всю карту с 4 на миде смотрит на бёрнинга есть манта уже нет смысла врываться ты его сайлансом не запрешь он нажимает одну кнопку и у него все в порядке но посмотри охотятся за ним таки вешает сайлент моментально сбрасывает себя салис и убегает вот хорошая игра от бёрнинга в общем даже не стал блин киваться просто сбросил артизи под хайграундом 3 200 на руках нетворц по-прежнему топовые 16 с половиной тысяч но а это мы не покупает это не покупает да но вот таком моменте учитывая то что у айджи фармит один антимаг и 4 героя ничего не получает мы видим как у team secret level апается вся командам уверенно имеется двумер кейп очень хороший выбор против манна вайда и того же леон от я почти практически нереально взорвать своего врага также чем который почти имеет агоним ему осталось буквально тысячи и вот когда будет айгис когда будут крипы особенно эти большие големы драконы и ящерица то непонятно как айджи собирается это дефить потому что крипы там дикие и айджи не хотят дефить айджи жмут смоки и собираются идти на рож файт чувствуя что затягивать нельзя покупает артизи одним кликом это расхватает остается без байбека поэтому если что на рошан он не вернется несмотря на то что для рошановской битвы скажем так у них позиция великолепна у них по-прежнему стоит и один на ботами с которой можно мгновенно добраться в рож пить вот остается без байбека хотят захотят взять фраг есть вот шанс на самом деле у айджи вот так вот обойтись обойти вот так вот спину и попробовать забрать какого-нибудь чена или винтер верно но сами тим сигарет они все прекрасно понимают что на шана идти амантюра нельзя и нужно как-то напасть что арм врывается в ногу толпу тоже получать фиксы вон шанс поджигать под хоп будет и манавойт манавойт а пока нет день срывает антимагу артизи расписывался и начинает наваливать феррари феррари отправляется в таверну очень хорошо продолжает у нас тимфайд в итоге размен у нас 1 в 2 и для айджи это шикарный вариант они подрались они были вровень учитывая то что тим секрет нападали первыми и все нормально антимаг продолжает формить конечно же 3 тысячи да конечно же тим секрет сейчас могут спокойно взять у нас рошана но с другой стороны все могло быть намного хуже если вот так сирба с пинком если бы его не взяли если бы он не поставился и и выжидал свои позиции то возможно бы стенка вакуум дала свое но пока пока у тимсекрет все очень хорошо в центре мы видим то что с4 нападает и в очередной раз еле-еле выживает ему помог густон который дал большое количество хп перетягивается сюда верно и в итоге рошана должны забрать нечем контестить для айджи просто нечем отметить наглый врыв шторм спирита вслепую в толпу где он получил хекс его мгновенно изничтожили это весьма агрессивно было то есть не видя куда врываться не успев никого заткнуть хотя по сути ему заткнуть на только одного леона дальше контролю по нему нет никого что поймать его мгновенно ночью как мы видим уже во второй раз почти молниеносно реагирует и с 4 возможно нужно собрать блэкинг бар чтобы врываться поуверенней антимарк 4100 в руках 4100 но будет сейвить на байбэк можно купить себе какой промежуточный айтем например и виталити бустер или талисман of a vision но сейчас айджи будет ехать в своих аграунд самый сложный самый сложный момент игры когда с с уже почти в 6 слотов ему видим осталось только на что-то заменить тп что он спирит ну ему тут еще парочку и ребята могут спокойно зайти на хг пока айджи не обросли айтемами гирокоптер игра у гирокоптера пока не пошла вот мы видим в очередной раз гирокоптера в меде пока это очень хорошо удавалось у таких команд как lgd но вот другие ребята они его ставят и ему очень тяжело что-то делать он не суперкруто гангает без какого-то леона на блик дагере и вынужден фармить он не суперкруто защищает свои тв ра потому что единственное что он может сделать хорошо это киски на свой пулдаун и по результату ему приходится бегать со своей командой и молиться и молиться на антимага в общем то что что стоит же всей командой делают отметить появление блин дагера наверно все-таки клуб это очень хороший стол для инициации затыкать одного из особенностями тима кажется рядом то может изрезать просто у своего тиммейта всяких проблем купей 11 уровень агоним медаль но наверняка будет грейдить ее до солок теста что иначе на пути осталось найти хороших крипов пока мы видим что он не торопится держит он сову парня на хаст и еще одного товарища народ и в это время сверху в опасной позиции артизи идет в инвизи прыгает антимаг боже мой ее прыгает у нас артизи врывается сюда из 4 моментально забирает леона и продолжает нация остается у нас фейт который за это на себя грейф нечем сбить однако и ул очень хорошо заходит и ул и фейта также забирает ну вот рубли нет убегает отсюда дарксир были шарды которого не особо отрезали но вот две смерти да это саппорты всего лишь отвалились но подкормили шторм спирита гладстонами также 3000 руках 3600 у артизи может быть травала которые освободят флот какой-то ну два сапога артизи нам уже в этом турнире показывал что сборочка рабочая поэтому как-то его знают может быть и пойдет подошли к базе есть айгис два героя минус остается тортира нужно ждать дал и леона потому что без них вообще никак выходит киротого рукью 2000 200 хп сверху 15 армора и не проблема что припазы вали вакуум пути единочка монобойт выживает за и выделили все это дело артизи пытается отойти гирокоптер наваливает по спине есть оба на него будете купить у минус армор вершки есть минус армор за очень глубоко оказался наукой живым хорошо получилось у айджи в итоге реализовать свой замес учитывая то что у шадуфинда бкб было бкб было в кд то лучше всего было отойти вот пока бкб на эссефе нет то он не боец если он не дай бог даст антимагу себя погладить там две три секунды учитывая что супер крутого слива нет то ману воет учитывая ману воет так как у эссефа у нас все есть на ману да и скади и ул у него в итоге 1500 он уничтожит почти всю свою команду так что играть нужно очень осторожно без бкб решил быстро обисал эти это кстати это хороший это очень хороший выбор именно как раз против эссефа потому что если посмотреть да то для айджи нужно вырубать за комбу если за комбу не никого не вырубят то от них все убегут и потом спокойно отхилит чем под агонимом и это же верно заезжает свой колдун брейс так что нужно прыгать на верочку чтобы ты кого-то с собой забрал но так как станов мало то а чего бы нет хороший выбор для горнинга фарми ты посмотри потихонечку медленно но уверенно он подкрадывается к этому эссефу да и очень тяжело его забрать нападает на него сейчас за вместе с артизи старается его поражать но очень много хп у этого парня и антимаг спокойно убегает вот теперь начинается у team secret сложная игра мы прекрасно наблюдали как хорошо этого антимага гоняли в начале но теперь если нету шторма то он просто делает что хочет и по на творцу уже догоняет асфа 17000 против 21 и steam secret нужно идти дальше возможно они захотят продолжать второго раз раша на и взять и новый аегис но сразу создается вопрос а кому это тайги сдавать вот мы видим то что у и 4 он очень скоро пропадет и вот айджи уже начинают набирать свой потенциал да и вот это самое опасное то что гирокоптер потихонечку набирает да у него по-прежнему барабан и бкб это скажем так начальный запах гирокоптера дэмэдж он колдауном очень сильно портит ситуацию то есть это слову это какой-то дэмэдж который для саппортов весьма весьма весомый и бёрдик 11 старается убить команду team secret вот где стоят айджи вот как они интересно играют вот в этом пятачке четыре героя я уже наблюдаю за ними наверное так минуты две а бёрдик 11 старая старается спидпушить всю карту но тяжелая ситуация и я даже не знаю что придумать для джо к так стоишь в этот момент если уж тебя нету таких фарм артефактов то пришла пора делать лид-гейм артефакты пока ему ничего не надо придумывать потому что секрет вытаскивают всю карту то что 14 на 5 выигрывает антимейшу штурм спирита в нынешнем патче да это один из лучших героев против штурм спирита если игра дотягивается и поэтому нужно идти врываться пропал аегис появилась бкб у шторма теперь он может чувствовать себя посвободнее но ну по крайней мере я бы не рисковал врываться вот так а что нужно что нужно чтобы за играл аегис ну очередной очередной агис да больше агисов не страшно с бёрнингом но бёрнинг пока бегает и ввиду он имел вообще всю команду секрет они бегают за ним по всей карте то есть что снизу что сверху и он один охотает возможно стоит разделиться team secret они бегают очень много и потихонечку их начинают догонять а если будет там два по два два по три то тогда есть шанс порвать хоть кого-то ты дал из появляется у сфа можно открыть графики они уже очень давно стоят примерно на 14 15 тысяч по золоту по эксперт то же самое и но с каждой минуты эти графики не растут это бонус для джи да с каждой минуты когда график стоит он считается мертвым потому что враг свое преимущество особо не реализует вы находитесь на ровне и поэтому для аль джи все еще есть хороший шанс перевернуть в этом замесе да не конечно это кого там магната или шейкера который может ворваться но другой стороны darksir всегда может дать качественную стяжку и и шанс напасть на из 4 снизу пока стоят у нас позиции чай на блинке и антимаг тоже на блинке понимает то что с 4 не выйдет из-под тавра и продолжает фармить свой лес очень кажется что айджи сейчас позиции явно не атакующие они просто хотят они хотят да посмотри хотят забрать товар того забирать они теперь знают то что с 41 и уходить отсюда нельзя нужно попробовать напасть на этого что в спирита и вот это сейчас шанс для айджи сделать переворот вот я не знаю что здесь делает чай видимо он как-то слишком слишком сейфово стоит хотя можно можно ворваться вот лет в этого товарища и убить его за текст или обидцово купить прямо сейчас и рискованно нужно нужен бэбэк антимага однозначно нужен бэбэк в этой игре мы продолжать свет пушить мы видим то что забирает стаки которые которые здесь наделали team secret эти ребята по-прежнему стоят сверху и вообще не двигаются ждут ошибки от айджи но айджи это ребята не лыком шиты в час артизи будет нападать у нас на товар понимает что нужно хоть как-то стянуть и доставить тп что все остальную команду и в итоге у нас тп что у нас четыре человека и team secret снова отошли вот он развод на тп еще не отошли на правда переждать виф там 3 тип от мин с армором сейчас это вообще неправильно будет артизи доедалось 2 100 где 900 хп что будет собирать дальше внутрь вам нужны да ну сэфу дома трава уже нужны то есть он бегает у него скатит до этого того что у него есть от того что нет я поможу я думаю же артизи тепло не холодно и нужно подумать о том чтобы как-то ловить вот то что все идет тому что скорее всего team secret у нас решили сделать такой улыновый вариант закупили все тут на статы на хп жичку но мы видим то что антима купил бабочку и вот теперь вот этот да и даусные сети он смотрится не так круто поскольку не стоит мкб будет слишком много миссов solar crest а по-прежнему учено нет появляется рожан возможно сейчас пытаются забрать но артизи должен смещаться отсюда хорошему спит с линии троллов еще мобильнее по карте будет а плятся кресту чена и можно попробовать для или сделать врыв такой улыновый ну как вариант с них два варианта 1 сейчас антимагону фармин пойбок и сеть до своей базе потому что по и бека по-прежнему нет или 2 2 опция это сидеть ну это это пойти на рошана идут но не успевают слишком быстро сносит рошана и это самое печальное очень по таймингу забирают темтик это же нужно убегать просто убегать самоке все бежать бежать у врага ягис у вас нет байбеков нужно убегать я ничего ничего не ждут вот так вот стоят и надеются на наверно на то что этим секрет бы сейчас пошли так по одному у наших это делают на ребята сломя голову все олеге смы сильнее поехали но ребята держат построение по строению по медлум преимущество 16 антимаг на растимаг из-за того что пошел вот этот смоган в итоге не успел на фармить себе байбек у него осталось в 400 голды и нужно добить этим секрет это могу знать 180 голды и как же бернинг хочет врываться прыгает бежит за таром еще 20 секунд но за эти 20 секунд у вас падает фаза и пока что-то 3 стоит есть и фарта есть вакуум есть стенка артизи но и пока иллюзии тут же глимер получает и сегодня но это такой себе был врыв от darksever и все что делает им секрет спокойно уходит на другую его теперь то степи которая могла быть решающим фактором она отсутствует янтимаг находится вообще другом месте решили не дэк они вообще решили за тот же тимпайт учитывая то что не лтп у шторма и уссф и кто его знает может быть получится хладнокровно отдают сторону очень хладнокровно отдают сторону тп шторма на базу верно убегает остается артизи юзает блэк кикбар отличный грейфа дазла и кси имеет меху стихи ну давай-давай выхилить пытается уйти пошел слоу-бол в кси кси погибает да это смерть артизи стоит от станом пока что там стычка на ботами что разберет прыгает пытается найти аэма аэм развел и сделал тэп-аут аэм на базе но стороны уже нет снести у него получилось только т3 строение ну здорово отковырялись ребятки потеряли один миличный барак всего лишь один миличный барак одного darksera и все еще у них есть шансы у берлинга теперь мы видим то что есть байбек плюс он с ним в сторону и вот на такой стадии на сковой минутке да вот пусть вас не смущает то что вы минут еще 312 это дефолт игра с берлингом обычно всегда происходит так но у айджи уже есть очень хороший ауты к тому чтобы выиграть игру из 2 и с одной стороной когда у них будет из 2 и с двумя потому что все уже начинают одеваться вот оцени состояние байбека оцени состояние байбека айджи готовы это в лучших традициях и джиди мкб появляется артизи укрепился укрепился теперь будет пробивать антимага важно его зафиксировать их на месте в этом не поможет ли верно то что других вариантов нет с кем держать айма от шторм спирита он быстро уходит хикса у шторма нет но разобрать айма проблематично хотя бы загреба эзерил блэйд появляется у гироков вот это уже очень интересный выбор я в предвкушении того чтобы пасчик под пальчик либо под пальчик это первый вариант или вторая опция это сейвить своего союзника от фокуса шадуфинда то есть если на тебя винтер верно юзает керс и вы начинаете всей командой его стараться забрать то ты вешаешь на врага как бы иммунитет к везде и у его ты можешь пробивать только магии а учитывая то что у антимага спешилд которые дают огромное количество резиста то он будет почти не юзим так что если за комбинить то все может получиться дарксирса брал блэкинг бар чтобы ничего не мешало ему врываться и дольше находиться в айте чтобы он давал пустое мекки так далее кстати не добрался до грейджных сапогов он пока еще рано тут такая ситуация что да здесь мама мантатки никого не удивят она не особо нужна и хотят развести с 4 на эгис а эгис очень скоро пропадет поэтому нужно прыгнули цепанули артизи пока еще живой попытка подцепить какое количество килограмма артизи стоит слишком много фокуса по нему пошел сноу болт катились артизи будет виноват руки бьет по феррари еще пацануть стоит прямо в стенке артизи погибает 90 секунд без байбека эсфо попадает подковом есть факума нет феррари все еще живой големы добивает айсфо ну и на этом как бы все встается эгис еще шторм перед слуманой врываться вряд ли кого-то будет просто размотать крипов и попытка подкушить невероятный размен от айджи нету пкпш чеку он всегда поцепили отлично поток стоят стенки с вот пытается уйти не так много нет ман еще есть мана есть его зайцы вряд ли уйдет проезла сноу болт катись скорее всего в иллюзию антимага на уходит с дайкера но нет тут конечно не отпустят роняют гем великолепная игра от инвиктус гейминг очень хорошая игра от эйджи выбрали верный момент для того чтобы ворваться от эсфо да несмотря на то что в манавойт ушел в мир кейп которым винтер верно за 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 сэвила эсфо но антимаг стоял бил эсфо башил эсфо не мог куда убежать а в это время дарксир поставил стенку и по моему стена там убила вообще пол команды там артизи все время стоял с ней если хотя бы на секунду его иллюзия погибала которая наваливала по всей команде она тут же появлялась новая но антимаг не давал вообще ему уйти и вот тут для team secret появляются небольшие проблемы потому что графики начинают ползти вверх а когда у тебя преимущество и они идут вверх это уже не хороший знак поскольку сейчас ребята были с агегисом и антимаг да антимаг начинает давать жару бёрнинга папу бёрнинга по-прежнему сохраняется байбэк это значит что он вообще не парится по ходу того что к ему могут зайти на хг но с абиссалом теперь ты сможешь любой момент пойти и в жарите сэфа тут же появляется владмир у дарксир это посмотри появляется сразу айтем за один файт причем айтем очень полезный в то время как у антимага нет владмир а дарксир который просто его носит рядом дает все бомбирик атаку в тысячи шестьсотых р-22 22 покупался это меня все но кто его знает интересно посмотреть на винрейт этих игр потому что сейчас может быть и зайдет кто его знает может быть и зайдет а под всех неплохой почему нет да или подврыв если вдруг ты поймал врага до быка бочки то будет во врага произойдет большой взрыв эйджи пошли шутки шутками но айджи теперь понимает то что они как никогда сильны в тимфайте учитывая то что антимаг дошел по нетворцу до эсэфа и начинают нападать на вражеские товара начинают ставить варды для того чтобы палить контору а team secret хотят эти варды обойти понимая где находится айджи вы должна быть стычка с фо 9 зарядов басонни шива бкп что три процента победа цезерева в это кстати очень хорошая статистика то по факту заяк разводит горлинг продолжает делать вид что он один никто не палец никто не подходит с 4 нужно прыгать спину до показывает он ему показывает darksir что идет голем и голем главный рассветчик команды team secret чем с динайл вышку голем не отдал вы разбегаются разбегаются уже делать пауты шарты никого не находит но это жадность от кси он мог спокойно напражать бкб убежать и сделать это потому что в такой игре блэкинг бак тебе не нужен вообще все что дают тебе блэкинг бар ты врываешься да и даешь первые 2-3 секунды ультимейт потом жить darksir или мертв это уже неважно но в такой игре нужно сэвиться и пока кси дает надежду для team secret да ну 39 секунд все это слишком мало времени для того чтобы реализовать как-то отсутствие его опять же есть фортификейшн у инвиктус гейминг да еле живая вышка это конечно бонус секреты могут зайти сделать по ней пару ты куль и все но darksir я думаю появится появится успеет он к файту скажем так его развязки хотя вышку придется наверное отдать да и вышку придется отдать но самое главное что прожали гриф прямо сейчас потому что после этого нужно будет рваться так именно и делают заходит артизи начинает пилить ракету остается 5 секунд и могут забрать энджиевый барак нет вместо этого нападать на милишный антимагон до прыгать нельзя давать просто так бараки артизи успел прожать блокин бар его еще и глимером только которого его сейвит бёрник находит в пито время в толпе наваливать очень много дэмэджа он может отдаться у него есть еще есть байбэк но он решил подсейвится есть подсейв кастом это фомана войс практически углубил артизи артизи шоку погибнуть погибает артизи опять в той стенке пытается купить допушить бараки своими колемами запрыгивает горник нет не дадут допушить не дадут допушить в аккор героя команды team secret отправляется в таверну потрясающее потрясающий тимпад от айджи бёрник отыгрывает в этом матче на все 100 он как левица прыгнул на сф и просто стоял щемил его до последнего чтобы тот не смог абсолютно ничего сделать ну и плюс шторм шторм место шторм у нас полетел на дазла взять его не получилось потратил огромное количество маны и после этого антимаг мановоидом быстро всем объяснил собирать антимагу смотри травола да вариант неплохой освободится слот от тп и можно туда воткнуть какой-то мкб например все что победит врага на рошане потому что dsf еще 50 секунд рошан появляется ему просто нужен жир то есть сейчас это возможно какая-нибудь тараска да потому что его не пробить у team secret всего лишь один герой который очень плотно наваривает с руки это сф но как мы видим если антимаг прыгает в него то дпс нет вообще и в итоге заходит на рошана подходит сюда пупей так прям крипы пошли в замес также врывается у нас верно боже мой два саппорта почти убивает одного кэрин но врывается бёрнинг дазл начинает захиливать и в итоге ступей это купей далеко зашел да очень далеко зашел у него нет рошан достается в копилку инвиктус геймер очень далеко дошел купе на самом деле могли спокойно вообще подождать сф и как-то хорося развлекает но вместо этого он подарил себя своих реклам и будут рисковать по любому team secret и будут рисковать потому что едины верно и штурм спирит нужна хорошая коба с 4 готовится заясь едет куда он отбирали и все прекрасно понимает врывается что он спирит верно забирает аегис из 4 понимает то что нужно валить и в итоге это минус виверно и тусик тусик минус ай дабл кива бёрнинга 7000 на руках лейны отпущены могут спокойно идти забирать т2 в медле у бёрнинга просто куча денег он может позволить себе сейчас любой айтем может может прям сейчас вообще купить пункт шар чтобы на верочку закрепить свой dps и пойти разнести всех пускары не будет 50 секунд уверенно есть байбэк ну хорошо не успел набить души для нормального ультимейта но я думаю что здесь уже фиолетово на его ультимейт мы его хороший врыв от шторма тут чуть-чуть не убил чуани не хватало только пятого догона но до золота начинается захиливать на пару с дарксиром баба первая вышка у нас падает выкупается интерверно и есть у нее ультимейт подходит сюда с4 начинает очень хорошо нарезать бёрнинга и вот если сохранять дистанцию нападает ой как хорошо не получается сходи падает ему по нему артизи бёрнинг может погибнуть погибает но это только дропа егеса артизи потратил блэкинг бар пошел ехать будет ли копать чуань чуань копает попадает в артизи сгрызается в артизи отличный вакуум от арсира как же им больно отправляют на базу артизи за степили но это было невероятно темпо это тем секрет они по моему выжили все что можно было они спокойно верно ворвалась убила своим ультимейтом да за этим один маг начал пилить и степа веря что сейчас он погибнет но пупе невероятным образом его засейвил и в итоге все выжили на краполях там буквально а не знаю буквально 10 там буквально один удар отделял артизи от смерти и он выжил полностью отыграли мультус гейминг по графикам на нуле сейчас будет преимущество по золоту по экспе около 7000 на 51 минуте это абсолютно ничего не значит мкб появляется у гирокоптера то о чем мы говорили два кор героя начинают набирать айтемы и с каждым файтом тем секретом будет все труднее и труднее потому что когда гирокоптер доберется дедауса и дай бог какой-то рапиры беда будет да будет беда и также хочется добавить что гирокоптер он уже но все это время он выступал в роль такого-то дизеблера который сэвил антимага но теперь мы при все прекрасно понимаем что антимаг это в первую очередь такой танк инициатор потому что бёрнинг всегда начинает первым и этот момент ferrari нужно паковаться на все стола там возможно какой-то butterfly для себя сделать ну если да может разобрать и заработать и сделать бабочку после этого интересно будет ли антимаг сейчас продавать battle fury и покупать тараску потому что мне кажется уже актуальней ну мне я тоже думаю что рано или поздно он так сделает но пока сохранил этот айтем также держит байбэк и можно попробовать взять абонента спалились должны понимать им секрет щиточки продамажили крипов ну аура еще при этом висят на купе 1 2 а быть подсовет купе остается без маны можно сделать на вот опять отличный вакуум стоит иллюзия артизи пытается запокусить бёрнинг и не получается сфо получает стан будет ли манобойт есть манобойт минус сфо 55 секунд байбэк есть бёрнинг может наглеть и врываться дальше сбавляется от сигиля подождут крипов спокойно также они понимают что сейчас у этим секрет нету кулдау нету кулдау в интернет вязала свой ультимэк поэтому нужно врываться осторожно естественно с 4 должен быть байбэк поэтому есть никто врываться не собирается спокойно бьют бараки арти выманивают артизи для того чтобы да вот так чтобы так подошел и ментальный аут ворвался террари тут же гос на себя зая уходит купей феррари пока в мире верник думает рваться или нападать этим стига купе и просто бежит первый впереди всех рывается на артизи и очень хорошо его пробивает монтавка дэнги начинается битва дпс и сэвит артизи в последний момент вверх наступает подрастающий сэф и в итоге убегает сэф но суппортов добили погибнет здесь и зай погибает за это минус 3 тут же байбэк от ускара пока что все очень плохо таким секрет вернинг опять 6 с половиной тысяч готов ворваться на хайграунд рвается на хайграунд шардами пытаются отрезать не получается начинает пилить бараки пока что еще фортификация силит и могут пытаться помансить у берлинга остались колдауны есть у него и обе салблайт и моноайт нету ты его в виде чен и винта верно и артизи нужно играть очень осторожно 4 старается развести своего понять обрывается моментально забирать леона потрясающая игра т4 убегает на убегает и берлинг думает что же ему делать видит артизи понимает то что шторм убежал хотят ворваться но но артизи отступил до лететь на ботом там слишком много хрипов притягивая феррари забирает весь фарм берлинг 7600 бараки упали бараки упали бараки упали без помощи антимага это печально так на берлинг эти посмотрим что у него у него все хорошо у него уже 8000 денег 6 слотов остается купить себе муншард будет байбет в этот момент можно сказать что лэдгейм начинает плавно перетекать руки тим секрет потому что у аймы слоты закончились айс и пуса штормом нужно будет еще допирать и теперь хайграунд на их стороне вот отчим сила на самом деле не зачем они будут контрить дальше мсф от конечно здорово ну а им слишком быстро оказывается возле него играть секс и берлинг по-прежнему не купил бы кб то есть его можно как-то за контроль у team secret не так много дизейла да вот у шторма видим то что он купил себе шиву луст он орчит и bkb но время кому-то старить хекс поскольку антимаг который вот поможет побыть в этой офисе там три с половиной секунды он эти три с половиной секунды убивает всех поэтому это просто айтем номером один в этой игре кажется пора уже саппортом задуматься таких айтемах как лоту сорп или линка да кстати странно все-таки антимаг у нас каждый раз прыгать первый начиная драку с обусала и team secret могут могут кому-то собрать для того чтобы своего союзника сэйвить тут уже тяжелая ситуация то есть мы видим тоже шторм спирт драки как только он врывается в бкб он ничего не может сделать если антимаг рядом потому что обисал башики проходит стан и после этого ли он тебя добивает тяжкая ситуация верник думать что собрать делать верник ну он наверно знает что можно купить себе silver age я просто не надо чем мы еще 10 тысяч уже можно но тогда точнее не сильвера чем он шар тут немножко перепутал что можно купить минус моншар ты увеличить свой атак спит но похоже он в один момент думает что можно своего оппонента запросить кошельком золото купить купить кого-то в забейте да на время да вот мы видим то что я он тоже поддерживает что верту саппорт собрали 3 хикса полтефа антимага антимаг в тех и в той игре где вот он был да вроде бы у него шесть слотов но он получал один хекс лет затем 2 потом 3 и он вообще ничего не смог сделать но пока горник до понимает что у него здесь хорошая позиция вырывается просто пришел и замал барак и еще в топорах можно будет забивать потому что в позиции нападать на гидрокоптера спину ferrari у нас один жмет на себя сейв выталкивает его чего стараться спасти и жмут ультимет чуани который успел прожать гос от ассайта в артизе есть vision есть стенка ой как больно артизе пошел монобойт уже еще рано артизе страной здесь погибнет у него есть байбэк в это время торт перед грызет в медле бараки но я думаю что у берлинга чуть больше шансов в этом плане продает бы покупать рапиру это рапира для берлинга всего вот на что он копил 8000 сверху бёрлинг пойдет трон идет срок есть байбэк прыгает шторм есть чем подцепить как бы тут же прожал донсир знаешь пахнет камбэком потому что рапира это уже такой глор момент то что возможно ты не собираешься закончить игру но он и не закончил и теперь прыгать вперед он точно не хочется антимаг как вырывался и давал всем по лицу теперь превращается в такого парня который не особо я смотрю он сэвится тут же пошел монтостайл сфо поцепили на его отправили на базу зай мастит рядом пошел в трон бёрлинг просто грызет трон сфо подтаскивает его будет часа бисо блэйт и пару тысяч хм перепрыгивать на другую сторону трона и продолжает его грызть бёрлинг пока живет баку выбирают сфо трон падает бёрлинг заканчивает эту игру посмотрите на реакцию китайцев они просто разрушают столы которые возможно вечером строили это была фантастическая игра тайджи они отдали team secret все товара арашан аегис они сделали ставку на своего жадного антимага и бомба комбу и у них все получилось невероятное